О том, что село Павловская Слобода – место с богатой историей, какой-нибудь заезжий путешественник сегодня может догадаться, ну, глядя разве что на храм Благовещения, который построен здесь в 60-е годы 17 века и воссоздан уже в наши дни. Ну или на разваленной старинной суконной фабрики, которая, кстати, в современной жизни так и не стала пока местом притяжения. Эта территория очень востребована для Павловской Слободы и, конечно, хотелось бы ее привести в порядок и сделать такое культовое досуговое место. Ну а мы, Елена Айошина и Максим Рыков, сегодня здесь, в Павловской Слободе, не для того, чтобы в очередной раз поведать об истории, а для того, чтобы узнать, чем живет сегодня Павловская Слобода и ее жители. Мы вот специально из Истры приехали узнать, как вам тут живется в Павловской Слободе. Что хорошего, что хотелось бы поправить? Я не... Кто готов? Я не готова. Не, не готова? Все хорошо или все плохо? Все хорошо. Да не так, не очень. Затрудняюсь сказать. Я на автобусе, что ли, буду? Занят, очень занят. Не надо бы не снимать ничего такого. Так. Я мусор выбрасываю, я не хочу. Хорошо. Не надо. Ой, ты что не хотел? Все хорошо. Все хорошо? Как же... Я глухонемой. Хорошо. Жители с нами не очень хотят разговаривать. Вот собаки и то облаяли. Вот единственное, что магазин на меня устраивает, куда я хожу. Если я в Москву, я езжу в поликлинику, так что я, извините, тороплюсь, мне нужно к врачу. А кто нас будет спрашивать, чтобы улучшать? Мы говорим, говорим, а нас... А что бы хотелось? Вот мы спрашиваем. СДК новое. Дом культуры новый? Нет. Спортивный комплекс. А, спортивный комплекс новый. Да. А старый? А старый находится в старой школе. Очень неудобно и надо делать ремонт. На ремонт денег не дают. Все замечательно. Дом тепло? А как? Так. Окна открываем. А что с культурной программой? Какие-то есть? Вот места притяжения, развлечения? Конечно. Дом, работа, работа, дом. Почта неудобна. А почему? Ну, пошел туда, не берут. Не берут что? Для плата не берут. И очередь большая. Очереди большие на почте, да? Да. И кое-чего не берут. Не знаю. Для меня вроде все нормально. Дома тепло? Тепло. Тепло. Дороги чистят? Чистят. Все хорошо? Ну, вроде бы да. А вот парк у вас ремонтировали? Не хожу туда. Не ходишь туда. Не знаю, что там. Так. А есть вообще какие-то места досуга? Чем занимаетесь? Я на пенсии. Культурная программа какая-то? Никакая. Никакая? Дома. Входные группы к подъездам. Чистенькие. Доска информации. Ну, в общем, какая-то информация тут есть, но больше тоже, по-моему, реклама. И домофон работает. Не зайдем, не посмотрим, как в подъездах. Что-то вы на нас так с опаской сразу. А я что-то вас не знаю. Не знаю. Мы вот из ТРФ. Что хорошего? Что, может быть, улучшилось? А что, наоборот, хотелось бы поменять? Да все нормально, все улучшилось. Ничего не хочу менять. Сами меняйте. Я смотрю, вы со спортивным ковриком занимаетесь? На йогу, на растяжку и на танцы. Дороги чистят, тепло. Спасибо большое. Свет стали выключать часто. Да? А с чем связано, не знаю. Не поймете, не имею. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая у вас симпатичная зверь. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. А, да-да-да, это важно. Таких культурных собачников мы вот давно не встречали. Я приехала в гости к своему сыну. Я из Москвы. Ну, в общем, я могу сказать. Я была здесь летом. Ну, так вот иногда набегами бываю. Мне нравится это место тем, что экологически чистое. Очень сильно удивлена, потому что не убирают за собаками. И я не вижу, что хорошо работают, Жек. Вот. Ну, вот так вот. В чем это выражается? В чем выражается? Потому что, ну, сейчас снегом все закрыто. А, в общем-то, вот, допустим, испражнения какие-то собачек. Опять же, бутылки пустые. Мусор. Мусор. Мусора очень много. Да, это, это, да. Это не отнять. Но зато очень экологически чистый район. Я даже летом сюда убегала, когда смог над городом, я в Жулепино живу. Я сюда приехала, здесь было очень чисто, все хорошо. Для детей, например, есть где-то куда-то сходить, чем-то заняться? Нет, нет, к сожалению. Для детей ничего нет. Если только вот съездить по Новой Риге, ближайшей Риге, мол, а так, в Свободе ничего нет, к сожалению. А школа у вас в две смены занимается? Я там не учусь, не знаю. Не знаете, да, никого нет такого? В две. В две, да? А вот парк долго-долго ремонтировали, сделали? Это ужасно. Вы имеете в виду стадион? Да, да, стадион. Да, ну это вообще порнография. Три года или четыре года был теннисный стол стоял. Была еще одна площадка волейбольная, баскетбольная такая, потому что и большие, и маленькие играют. Ну, в общем, две было. Ту снесли, этот стол убрали. Было много тренажеров, причем очень хорошие. Куда они делись, неизвестно. Поставили там, по-моему, четыре штуки. Говорят, тренажеров было больше, а сейчас вроде мало или нет? Да, тренажеров было больше, они были более функциональные. Их почему-то убрали, демонтировали и поставили мало таких, менее функциональных. Вот это вот как-то вот, да, очень страшно и опасно. Ползком, наверное, удобнее. Конечно, не нравится. Столи тоже не нравится. Раньше было лучше, говорю сразу. Не доделок много. Вон какие-то бугрыцы-бугры самые с песком валяются. Ну, не доделали, ничего. Ну, что ж, такой вот немногословный опрос у нас получился в Павловской Слободе. На улице сегодня морозно, видимо, люди спешат по делам. Некогда им общаться с журналистами. Тем не менее, о проблемах мы услышали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова